Чай помыть Легкий, 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 легкий Запашу чуть-чуть появится Это второе уже? Да Глотнете Какой-то привкус пойдет Третье Больше будет вкуса и запаха Четвертое супер чай Пятый шикарный чай Делать шестую, шестая как вторая может пройти В течение дня Пришли гости На работе вы, попили вы чай Через час будете Через полтора часа будете пить чай Не вздумайте листья оставлять в воде До последней капли слить А то, что слили, не хотите пить Не выливайте, поставьте в холодильник Потом Через час, через полтора Соблили кипяточек Желательно, чтобы кипяток не превышал 90 градусов Почему? Потому что При 100 и 100 более градусов В воде тоже есть свои Элементы, которые вы просто Выбарили эти карты А когда в самокупности нормально От воды, конечно, много зависит Существует экологическая карта с космоса С высоты 350 километров России полностью Самое чистое место в России Это наше ущелье Здесь много серебра Самый чистый пляж, где Шахер впадает в море Многие сочинские билеты Которые знают это дело Не идут на море С друзьями приезжают в головинку И купаются возле речки У нас с одной стороны Санаторий Лазурный берег Это военно-космические силы Вот когда вы уезжаете Из головины на подъем Спускаетесь и туда Въезд сюда А с другой у нас в санаторий Чивита Квадо Санаторий ВВС Ну что бы они тут сидели Значит, зеленый чай Его свойства Сердечная мышца Работает мягко У кого давление скачет Зеленый чай его регулирует Геннадо отпустит Содержит антиоксидант Сосуды чистят У нас много здесь живут Чернобыльцев Сидят на зеленом чае Еще меня переживут Шваки с организма в воде Весь Восток сидит на зеленом чае Идиоты А мы сидим на черном Нам хорошо на черном В зеленом чае разбираемся Знаете как Я у отдыхающих иногда спрашиваю Сколько раз вы зеленый чай завариваете Они говорят Два от силы три раза Я им говорю Знаете как Я не знаю как у вас Но в Одессе говорят так Имеюсь сказать Шикарно живем Надо жить спокойно И будешь жить хорошим Далее Второй чай Работает наоборот На возбуждение Кому-то завтра экзамены сдавать Кому-то надо все равно за рулем Дехать Горать ли как пионеры Вы все знаете Что в кофе есть кофе Чай тоже есть Называется Тамин Он работает длиннее и мощнее Почему в садиках детям Дают чай Черный Это бодрость Еще Имеет свои границы Чтобы не перебарщивать Чтобы не дуракать Понятно да Значит Мы находимся в семье Угорцев Где проживает Один из шапсуги По фамилии Ачмис Меня зовут Айса В главном стволе Второй сверху В четвертом классе В школе Я узнаю свое настоящее имя Друзья и близкие Зовут меня Зорик Воспитался в другой семье Традиция на Кавказе Называется как? Отолычество Я эту школу прошел Знаете как Вот когда В армию призывали Венком Наши знают Эту традицию И задавали вопрос Традиция Отолычество проходил? Нет Пожалуйста проходите Проходил? Пожалуйста проходите И вот те люди Которые проходили Служат где в основном? Северный флот Подводники Пограничники Ну так где Где больше ответственности идет В этом дворе Три задачи Встретить вас в чаем Вторая задача Показать Замопроникновение Культур народов Проживающих не только В данном регионе Третья самая простая Я славлю Великий русский язык Говорю на нем свободно Я точно так же Владею своим родным языком И пару языков на всякий случай Знание языков Никому не вредит Ты мой намек понял? Ничего ты не понял Уходя отсюда Вы будете говорить На моем адыльском языке Вот три задачи Язык у нас короткий У нас много не говорят У русских есть шикарная пословица Слово не воробей Мы это тоже говорим Чуть-чуть по-другому Ум ура мучагат Перевожу Не скажи догонишь Попробуйте запомнить Рука у нас звучит просто А А Н П Зуб у нас звучит Ц Волосы Вернее Ц Зуб, Ц Волосы Понятно, да? Адельский столик На трех ножках Мы называем АНЕ А руки На глаза Что вижу Стол маленький А для того, чтобы хорошо запомнить Надо вспомнить город Анапа А на стол А пара первый Анапчане Знаешь Наши переводы все короткие Перевели его по-своему Ссылаются на наш язык А не только Как край стола Круг говорит о многом Здесь нет почетного места Вы все равны Вы свернули с трассы На Кичмай Кищу Кузня Мэй место Кузнечное место Будьте выезжать на трассу Порот на Сочи Порот на Джугу Джугга Дословно Джугга Ветер Ветровое место Зато все стороны Новороссийска На Красной Поляне Бывали? Нет Нет Но когда поедете Будете подниматься на гору Вы поднимаетесь на Айбгу Айи Это нехорошее Бху Это хребет Когда будете подниматься туда Смотрите внимательно На склоны Какие там Горы Напротив Ачишко Ача Это козел Ачишко Или горный козел Большой козел Да? Место Где водились туры Вам понятно? Все эти названия Идут на адыгском языке Я адыг Шапсу Этническая группа Адыгов Столица Туапсе Туанвал Идут Туанасту Псы Это вода Две реки Или город между двух рек В Лазовец В Лазовец Это республика Это республика Адыгея Адыгейцы Кабардино-Балкария Только кабардинцы Карачаево-Черкесия Черкесы Это один народ С одним языком И с одной культурой Мы себя называем адыгами В мире нас называют Черкесами И вы нас знаете С литературой Классическое Бутто Лермонтов Толстой Как о Черкесах Один народ И два названия Не надо удивляться На Кавказе Вообще нету народа Который бы не имел По два названия Мы говорим Осетины живут в Осетии Причем тут республика Алания Телерадиокомпания Алания Футбольная команда Алания Кинешь палку В Алана Точно попадешь Армяне мы говорим Да Сочи Это основная национальность Они же себя так не называют Они Гая Хай А я А я стан Это республика Армении Татарстан Вам понятно Да Стан это страна Дагестан Даги это горы Стан это страна Дагестан в переводе Страна гор Все народы по два Кроме нас Черкесов Мы по три Объясняю В Кабарде живут Кабардинцы Они же ады Они же черкесы Я адыг Я шапсун Я черкес Вам понятно Лазаревским районом Где мы сейчас с вами находимся Районом Стал называться С 27 июня 1945 года Что было тремя днями раньше в Москве Великий парад победы Мой отец Участник парада победы Приезжает Естественно Возмущен Задает вопрос Что вы тут налепили Пока нас тут не было Понятно да Слово черкес Это иное название На вопрос Что живет в Германии Мы говорим Немцы Я в Германии бываю Ради хохму Подчеркиваю Задаю вопрос Немцы Как вы тут поживаете И сразу начинается Мол какое сегодня время При Петре Сказали до сих пор Говорите Слово немой Слово русское А слово немой Идет все Когда До Петра Первого Заезжали Вообще Немцами называли Не только людей Из Германии С Португалии С Испанией С Италии Не говорили по-русски Немецкая слобода Учий русский язык Будем разговаривать С немцами разобрались С черкесами Будем разговариваться Сейчас Значит Насчет Германии Значит Они себя в худшем случае Называют Дойчланд Германцы А так По Зельнам Саксония Бавария В Германии Четыре диалекта И у нас тоже Свои диалекты имеются По диалекту Я могу определить Прехос Майкопа С Нальчика Или Черкеска Дальше Слово Черкес Как и на название С разных языков мира Имеются переводы Смысл один Вот вы говорите Черкес Ваше понятие Черкес что? Черкес Да что? Житель Черкесии Южный Да Переводится как? А черкес Ну переводят Как Как Казаргил Набеги Вот так вот Нас учат В детстве Мы привозим Детей сюда Сочинских школ С Лазаревского района Детей мы больше Работаем с детьми Стараемся больше Детей сюда Это они просто Сегодня Ну попали так Скажем Мне просто Тимур Позвонил Говорит Пожалуйста Там детишки Проехались Пожалуйста Встреть их Я вопросов нет Значит Слово Черкес Сперсидского Доблестный воин Слово Черкес Ну скажем так Ну с турецкого Да Жми грежущие Ну чтобы он там И грезал И умники Подгоняют слова Секир башка Головорез Ну дурца Кулепят Набей Никогда Адыги Не выходили За свою территорию С целью захвата земель Никогда этого не было Да Выходили Как ты говоришь Придут Причешут И уйдут Да Воевали Под чужими флагами Великий князь Киевский Хевинский Это Второе Третье века Нашей эры Не выводил войска Ни на Поршу Ни на Прибалтику Никуда не выводил Пока его воска Не будет состоять Минимум из 50% Его люди приезжали сюда Забирали наших людей И туда двигались Дикая дивизия Черкесский полк Это была скорая помощь у царя Дикая дивизия Началась Знаете как Когда первая мировая война пошла Когда немцы пошли Первый полк Дали кабардинцы Сразу 300 человек Сходу Потом пошли наши Потом пошли ингуши Четвертым пошли чеченцы Пятыми пошел Уже команда была на борт Там и татары были Там и русские были Там и чечены Там были В общем сборная такая команда была Но там уже Каждый взвод отдельный был Каждый рот отдельно была Ну в общем Там была команда сборная С Тюрского удалец молодец Одним словом Как бы ни называли Как бы ни обзывали В основе слова Слово воин А для того Чтобы это было понятно Сейчас буду говорить Немножко о традициях Полуторалетний мальчик Меня дает на воспитание В другую семью Возвращает неполных 14 Должны были вернуть 12 лет Из меня не то что Воины делали Меня просто Учили выживать В жестких условиях На эти земли Из века в век Смотрели глаза Греческий Турецкий Английский Французский Соответственно русский Интерес Вот то что сегодня Происходит на Донбассе Три года У нас это проходило Три века В постоянном Оборонительном положении В возрасте 12 лет И у нас и сегодня Есть мероприятие Как посвящение Мальчиков Мужчины С 12-летнего возраста Мы не разговариваем С ними как с пацанами А надо говорить Только на равных Это касается и девочек Если вы хотите Чтобы вас уважали Уважать надо их Примерно такими словами Что прийти с большой войны Что уйти за столь Уйди достойно Или такими словами Одним Непродуманным Проступком Ты свой рот На колени поставишь Правильно сказанным словом Правильным поведением Ты свой рот возвысишь Вот в такой форме В возрасте 12 лет На Черкесский перевал Под гору Фишт И меня объявили Через год придем Заберем Я был не один Нас было 6 Один заболел Его забрали Через полтора месяца На пятеро выстрели А в возрасте 14 лет Как война мог Смело ставь в строй Вот это и есть Черкесс Сегодня эта традиция Ушла в историю Своего сына Я в другую семью не отдавал Кандидат наук Может что в жизни делать Я не буду рассказывать Эта традиция Может возобновиться При условии Как только Внешнее давление идет Потому что Все станут по местам У нас старик Без ноги Без руки Ему 80 лет Сидеть без дела Не будет трубку курить Он будет воспитывать Потому что Нам воспитанием Заниматься Некогда будет Мы будем находиться На передовой Понятно, да? Девочек у нас Не отдавали Не отдают Если отдавали За исключением Только Княжи Дочерей Вниз Чтобы они могли Готовить пищу Могли шить Золотовышиванием Там заниматься Чтобы пальцы По жизни Веерами держало Чтобы приземлить ее Но в основном Не отдавали Не отдают Говорили и говорят Должна быть Крепким камнем В крепости неизвестного Мы еще проще называем Поливаем огород Неизвестным Растим Растим Дочерь для кого и сами не знают А у нас вырастили Выдали замуж Рогические папеи Стоп Теща приезжала Не ко мне Я ей не нужен Она приезжала К своей дочери Внука Внучкам У нее отдельный вход У меня запасной выход С тещей Никакого контакта По жизни Классная традиция Которую мы пытаемся удержать Вот даже анекдот на тещу нет Немножко скучновато Но шикарно А как же молодая невестка Со свекрами-свекровью Тоже не видятся Не общаются А вот в последний день свадьбы Бабушка У нас называется Догнать бабушку вернуть Невестка должна вернуть Бабушка с матерью жениха Да еще с таким скандальчиком Вещи в узелок Привели в новую хозяйку И со двора Что есть в ходу Оля Сетт Невестка Первый раз выходит на контакт Возвращает во двор Со словами Вы здесь хозяйки Я ваша невестка У нас слова невестка нету У нас Ныса Что такое невестка? Скажите мне пожалуйста С какого слова исходит Слово невестка? Невесть кто? Невесть кто? Русским языком Восеслава Приезжать не чаще К черкесам научить А как вам нравится Такая традиция Жениха на свадьбе нет И сегодня на нашей свадьбе Жениха искать бесполезно Неслово горько у нас За свою жизнь Нацелуться не на глазах Живо людей В недалеком прошлом Жених с друзьями Сад сад садил Чтоб внуки знали В каком поле работают Я сад не садил Ко мне подошел В момент свадьбы Младший отцовских братьев Сказал В нашем саду приходит Три дерева сохнут Я говорю Понял С ребятами Пошли пересадить Благодаря вот этому Эта традиция Наши дети До семью родных Друг друга знают в лицо Вам понятно? Много к нам сюда пришлось В России Да, кстати, о флагах Один мудрец Когда-то сказал Хочешь быть здоровым Смотри на зеленые травы Слушаешь шум воды Флаг у адыгов Экологический Что означает Три стрелы? Три стрелы Это эти Этнос Нет, звезды этнос Да, а три стрелы Путник в дороге На пропитание Мог себя добыть Одно летающее Одно плавающее Одно бегающее 12 этнических групп Вам известна такая Как кабардинцы Сегодня вы знакомитесь Такой урока Как шапсуги Пьете чай шапсукский Река Шахе Являлась условной границей Медву шапсугами И убыхами Саталица Сача Что мы говорим? Сочи Убых Скальбергенская Здесь тоже есть Вот названия по Сочи Вот такие названия Как Хоста Такие названия Как Лоо Вардоне Это фамилии Кудепста Кудепста И очень Кудахах Куда? Мазут Мазутная вода Вот там добывали Мазут Смазывали для телег Там, для колес Там, в общем Понятно, да? Мацеста Мацест Огненная вода Понимаешь как? Вот все эти названия Идут на нашем языке Бытха Бггаратха Бог Священная гора У нас есть Аутхагат Тха Там, где Тха Везде Бог Значит, у нас имеются Интересные флаги Свадебные Которые работают Только на период свадьбы На нашу свадьбу Не приглашают Свадьбу нашу Оповещают На нашу свадьбу 300 человек Это как с добрым утром 500 и более бывает Лучшим танцором Активным участком Возь далека приехал Не так просто Взяли палочь По пути орешки навязали Здесь, например Палка идет за год Магическая цифра 7 Несколько дней в неделю День свадьбы Жених с невестой Здесь ровно Столько орешков Сколько дней в году Чтоб каждый день Ваш был плотно Набит желаниями И будут исполняться Но Не купи, не укради Надо заслужить Активность Не стоять там За углом Курить А потом подошел Кому-то Отдал челить Принеси мне флаг Конкурсы, да? А вот это соединение Что обозначает? А? Соединение Вот это что обозначает? Палка за год Вот То, что они связаны А, то, что связаны Ну просто какой-то реальный Это же орнамент Пошел Вы приходите на нашу свадьбу Там вы любите Со всех сторон Как же за властью Показал так Идешь танцевать Показал так Всем тишина Начинается Быстро раскручивать Там дети танцуют Там гость танцует Надо пойти поддержать И мы все Гульбой на этот круг И начинаем его поддержку делать Понятно, да? Слово там Адамы произносим Никто вам сказал Что не говорите На адыгском языке Значит Есть тоже Присоется слово Тха Тхамада Это как жрец Значит Весь Кавказ Говорит наше слово Но при нас При меня Никогда Для этого Не могут сделать Но мы с ними Сильно не спорим Через речку живут А у нас Говорят Если у соседа Болит живот Начните свой гладить До вас Это дойдет Я подведу Скратничку Историю Город Тимрюк Все слышали? Что знаем За Тимрюк Государцы? Коньяк Тимрюк Да Коньяк Рыбка Тарат Треская крепость Тарат Треская крепость Князь Тимрюк Имел четверых Сыновей И троих дочерей Один из сыновей Погиб Дабы остановить Эти войны Он ценой Собственных детей Начинает делать мир Старшую дочь Отдает в жены Хану Астраханскому Средняя дочь Степнякам Младшая дочь Гошавная Которую перекрестили В Марию Жена Вторая Ивана Грозного Вторая жена Ивана Грозного Вы себе представить Не модель Что Иван Грозный Был нашим зятем Восемь лет У Ивана Грозного До сих пор Ученые спорят Сколько у нее жен И то семь И то восемь А что самое Страшное Ни одна Его из жен Не ушла Жизнь Спокойно Своим ходом В том числе И ее Ее сына Убрали их И вот такие названия Как Новочеркасск Черкасский Черкассово Черкасский Горни Вот здесь отойдут Отсюда Нельзя было Княжну С братьями В Москву Отправлять Как это было Сделано По последнему Фильму Иван Грозный Там было Войско Целое Охрана Сопровождение По пути Сейчас Астраханские Ростские Подсоединились Возглавил Движный Человек По статусу Тхамадан Тхам Бог Мы здесь Посланник От имени Бога Мы говорим Кубань Подразумеваем Житницу Никто не спорит Любое Вмешательство В землю Мы называем Вы делаете Называете Лунка Мы называем Бен Дерево Сажаете Вы называете Яма Мы называем Бен Человека Хороним Вы называете Могила Мы называем Бен Ку Глубокая Или низкая Кубань В переводе Низменность Будет вам это известно Вам понятно? Казаков не было Русских не было Когда Кубань еще была А может еще есть Сыщи Сыщи Ну это Название реки Как старая река Старая река Старая река Старая река Из одного Ущелья Интересно Она выходит У нас Лечка есть еще Дышь называется Ну да Знаешь Лечка Там она вот такая Вот Летом Она вот Цветом Таким-то И Я жене своей Проиграл Ящик Никак Она купала В реке Дышь Которую я Никогда не слышал А потом Когда мы Проедите В Майкоп Останови Машина Читай Как называется Речка Ты же Пошел Посмотрел Как вы там Кубань Летом Дети Досходили Дальше Голубая глина Голубая глина Не знаете Не знаете А в школе Работает Да Тогда Читайте Пожалуйста Вслух Читайте Вслух Вот из чего Русский царь Николай Второй В окружении Черкесской Гвардии Ну еще бы там Черкесская Гвардия Стояла Начинаем Начинаем От Ивана Грозного До конца Последним царем В охране Стояли Черкесы Никогда Черкесов Не рисуют Рекламой И мы За это Благодарны Не надо Нам рисовать Рекламу Не надо На нас Сделать Рекламу Я имею ввиду Вот центральное Телевидение И вот тот Фильм Иван Грозный Там другие Фильмы В Москве Три Церкви Построены Черкесами Ходят Туда Знают Попы Знают А народ Об этом Не знает Мы Говорим Спасибо Не надо Рекламировать Мы Знаем Кто Что Сделал Кого Сиди Черкес Охраняют Короля Иордании Принца Алибен Архусейна У короля Своя Мафия Ну Он же Тоже На Полковине Ну Да Знаете Если Я Сейчас Эту Тему Начну Раскрывать Это Долгая История Ну Воспитывался На Черкес Черкес Просто Удобно На Все Случа Жизни Как В быту Так И В боевом Положении На Груде На На Груде Находятся Газыри Газыр В переводе Готовый В каждом Газыре Были Заряды Раньше Патронов Не Было Заряжали Через Твол Когда Будете Смотреть Кубанский Казачий Хор Атрибутника На Черкесс Полная Полная Каждому Колпачку Подходят Велевочки У более Богатых Были Серебряные Цепочки Верхом На Лошади На Скакун Нужно Было Перезарядить Ружье Он Зубами Брал Через Колпачок Они Для Дела Они Для Красоты Никогда На себя Черкес Не Вешал То Что Вопрел Чужой Глаз У них И Последнему Подходит Что Не Должно Быть Почему Последний Женский Газель Заправляла Женщина Продуктами Китания Колпачок Когда Завтра У Огня Перед Закипанием Полная Чаша Калорина Неделя В Горах И Сегодня Я Могу Не Искать Для Пищи Рецепт У нас Есть Гориную Бланку Придумали Раньше И Лучше Пацанами В Горах Нам Магнестрельное Ружье Не Давали Но Питание Было У каждого По Волону Мясной Порошок Да Вы Когда Мы Видели Картинку Черкеса С Авоськи Или Рюкзаков И Никогда Не Увидите Все При Нем Доступность Момента Это Используется Грудь И Пояс Охотники Сегодня В лесу Все На Поясе Все То Что Было В пути Необходимость Была На Пояс Это Камень Точил Кинжал И Саблю Кинжал И Сабля Катру В Боевом Положении Он Себя Продукты Питания Кинжала Не Резал Для Это Был Под Кинжальный Нож Чуть Пошире Мешкообразно Лечебные Травы Принем Аптечка Если Курить Табак Если Не Курить Бритвили На Следующая Была Запаска Пороха И Все То Что В пути Необходимо Развесить Я Могу Это Все Не Рассказывать Я Могу Доказать Что Пояс Это Целая История Одним Концом Не Потому Что Кожи Много Если Вам Когда Нибудь Придется Смотреть Коллективы Пусть Это Будет Из Осетии С Абхазии С Камбардис Разницы Никакой Двины Человек Тяжелоранен Лежит На Земле Если Не Знаешь Не Надо Ворочать Просто Берешь Длинный Конец А На Нем Тавров Фамильный Знак Каждая Фамилия По Пояс Определяли Какой Бригаде Отнеси Там Быстро Разберутся У Каждого Воина При себе Свой Жгут Помимо Одна Аптечка Когда Нибудь Шашку В руках Держали На Рукоятке Шашки Да С Какой Целью Ну Вообще Разные Есть Что Шашку Ставят Длинный Конец Закладывался Сюда Фиксировался Ток И он Как быстро Скажет Что по Стронью Его Не Выдернул Понятно То Что Пояс Это Целая История Прошу Не Сомневаться Сбурки Сошла Современная Солдатская Шанель После Бурки Дят Катан Кили Скатка Называли Разрушаем Здесь Одеть Бурку Черкесскую Проблем Никаких Сфотографируются Одеваются Делают Покупки Вот Смотрите Сюда Вот В таком Виде Оставлять Листья В воде Нельзя Подойдете Кипяток Будете Пить Горький Чай Нужно Слить До Последней Капли Поставили Ложечку Чтоб Ничего Не Выпадало Вот В таком Виде Поставьте На Полочку А лучше Еще Знаете Как Прям В течение Суток 5-6 Раз Надоело Пить чай На нос Ложитесь А у вас Там еще 3-4 Заварки Осталось Подлили Кипяток Подождали 2-3 Минутки Поженили В баллон В баллон Если Спешите Поставьте Сеточку Потому что Листья Попадать Не должны После Последнего Раза Лимончик И в Холодильник Утром Рано Чай Зеленый Холодный С ложечкой Меда Ему Цены Нету Повторяю У вас Дома Целая Аптечка Начинает С конюнктивида Глаза Заканчив Выводом Шлаков Мы Всю Зиму Всю Лето Сидим На Холодном Чае Так Свои Слова Хочу Закончить Так Горит Очаг И Пламя Вьется Подбросит Ровни Проворонь Из Года В год Передается Неугасающий Огонь Хочу Чтоб Все Ценить Умели Огонь Пришедший Из Веков Чей Отблеск Лег На Колыбели И На Сидинах Стариков Чтоб Никогда Не Гасоча В ваших Домах Мира Добра Благополучия Здоровья Вам И Вашим Близким Это То Что Я Рассказал Это Скажем Третья Часть Из Того Что Мы Рассказываем Бывает Ливневый Дождь Людям Податься Негде Вот Здесь Битком Дополнительные Скамейки Дополнительные Летом Вот Это Мы Снимаем Это Просто Вот Эти Дожди Нас Притормозили Там Столы Стоят Зонты Стоят На улице Там Люди Сидят Здесь Мы Рассказываем Много Тем Где Каждая Вещь Имеет Свою Историю Вот Этот Кувшин К нам Принесли Наши Лесники В Момент Обхода Лесов Обвалилась В одном Месте Гора Она Рисовалась Его Оттуда Аккуратно Сняли Помыли Четырнадцать Кометра Через Кребет Принесли Сюда Этот Кувшин Нам Передал Один Армянин Со Своим Внуком Это Современная Зуб Овощин Который Называется Шаохавль Мы Называем Первые Армяне Когда Появились Там Беженцы Со стороны Турции Семья Абгана Показала Всем Подобных Сосудов Где Два Ближ Продуктам Питания Остальные Пустые Объяснили Что В горах Собирается Благодаря Этим Сосудам Предки Выжили Нормально Мы Называем Чат Чат Переводя Закопать У него Оснований Нет Тенистое Прокладное Место По голове Работают Как Холодильники А дед Когда Услышал О том Что Мы Здесь Готовим Музей Что Мы Собираем Что Черкесов Моим Предкам Хоть Один Благодарность Черкесов Вернем Так Он Оказался Здесь И Вот Время Великой Отечественной Войны Сбитый Самолет Угодил Один Кувшин Уцелел Подвал Поставил А потом Вся Сюда Привез Итак Каждый Веже Семей Свою Что Металл Джерза Джерза Это Сплав Это Сплав Медис Олова Ну Как Бронз Получается Да Эти вещи Изготовлены Здесь Кичмай Кузнечными Но Есть Места Где И Кубачинские Мастера Здесь Есть Вот Когда Где-то Середина 19 Веку Ну Более Мущие Более Богатые Начали Сверху Делать Украшения Чтоб Нижнее Прикрыть С пояс На поясе Да Вот Приехал Один Деятель В Питер Съезд Приезжают И В следующий раз Я особо Туда Не возьму В чем Делать Дикарями Нас зовут Сделайте Пояс Как у Меня И Чеканка Пошла Бусника Нижница Ушла Так Вот Все Это Делалось Все Здесь Кичмай Кузнечное Место Аше Аше Это Оружие Оружейное Место У нас Металл В общем-то Занимались Металлом Давно И Все Это Все Вот Это Вещи Кстати Весь Кавказ Вот Когда Начали Украшения Делать Черкес В смысле Адыгав Там Всех Обошли В Дагестане Есть Местечко Кубачи Кубачинские Мастера Они Вот Там Серебром Поезд Стал Дороже Человеческой Жизни Еще Думаешь Чем Дороже Тем Лучше Лет Двадцать Назад В этом Дворе Большая Группа Казаков России Чайка Юрия Николаевич Председатель Совета Старейшин Казаков России Я Одному Задал Вопрос Что Это Означает Ну Он Показал Мне Там Три Более Менее Правильно С Это Вы Рассказываете Своим Казачатан Там Понимаешь А Когда Дело Дошло До Шашки Чайка Этот Юрий Николаевич Вы Себе Представить Не Можете Как Он Тут Возмущался С Как Это Пор Шашка Стала Черкесским Словом Я Вроде Быку И Здесь На Место Приедешь Молодым Дай Команду Большую Советскую Анциклопедию Бегом Сюда Потом На Второй День Он Прервался Извинения Он Стихи Писал Хорошие Подавил Мне Стихотерин Примите Это Стихотерин Знак Примирения Я Был Неправ Длин Я Я Его Выучил Ну Положу Подарше Его Азади Мелким Почерком Написано Дорогой Айсаевич Мизов Раньше Был Немного Дик Но Когда Тебя Услышал Понял Я Что Я Одых Вопросы Есть Вопросы Есть Черный Чай Заваривается Один Раз Пьется В горячем Виде В течении 15 Минут Если Зеленый Чай Работает На Успокоение То Черный Работает На Так Все Я Сказал Все Можете Сейчас Фотографироваться Что Хотите Делать Ваше В распоряжении Здесь 5-7 Минут Это Ребята С Телевидения Будем Сейчас Работать С Ними Минут